Здравствуйте, в эфире студия Репортер, ее проведу я, Константин Гречаны. Месяц назад был дан старт реформе системы жилищно-коммунальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства. Появилось много слухов, домыслов, опасений, и вот сегодня мы их постараемся развеять. У нас в гостях Геннадий Чекита, народный депутат Украины. Здравствуйте, Геннадий Леонидович. Рад вас вновь приветствовать в этой студии. Давайте сначала дадим общую оценку. Реформа в ее нынешнем виде – это добро или зло? Это позитив? Как вы ее оцениваете? Вы прекрасно понимаете, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства – это одна из самых наболевших тем на сегодняшний день у населения. И сказать, что это реформа, все по поводу этого высказываются – это один из путей решения проблемы. Многие эксперты говорят, что это революция в коммунальном хозяйстве. Но на самом деле я так бы не констатировал, это один из путей для проведения жилищно-коммунальной реформы. Потому что на сегодняшний день этот закон четко определяет для каждого жителя города Одессы, для каждого жителя Украины, что он должен получить качественную коммунальную услугу за справедливую цену. Поэтому вот именно справедливость цены и оказывает влияние на эту реформу. То есть в ситуации мы должны понимать, что мы платим за теплую батарею, температура которой должна быть, образно говоря, 52 градуса. Мы должны понимать, что поставляемая электроэнергия в квартиру должна быть соответственного качества. Мы должны прекрасно понимать, что теплотворность газа должна соответствовать тем параметрам, которые заданы. Как теперь будет формироваться тариф? Смотрите, в этом законе четко прописано формирование тарифа. Оно разделяется на две составляющие. Первая составляющая – это обслуживание непосредственно дома, обслуживание придомового участка и вознаграждение управляющим. Вторая часть, она четко выведена – это коммунальные услуги за тепло, за свет, за газ и за иные энергоресурсы, которые потребляет тот или иной дом. То есть мы четко разграничиваем два тарифа и не даем возможность на этом спекулировать, надувать как-то тарифы, чтобы для населения было четко понятно, за что они платят. И на сегодняшний день население получило право обратиться к той или иной энергоснабжающей компании или к тому или иному управителю его дома или к ОСМД и четко в течение определенного времени, хочу обратить внимание, бесплатно получить разъяснение по тому или иному тарифу. Скажите, вот потребитель теперь будет платить только за полученные услуги? То есть, во-первых, первый момент, да, можно ли отказаться от тех услуг, которые, собственно, потребителю не нужны, да? И второй момент, потери, вот те потери, которые будут, мы знаем, дырявые трубы, да, они уложатся на кого сейчас? Смотрите, тут ситуация четко, что я вначале обозначил, что каждая услуга жилищно-коммунальная должна поставляться по справедливой цене. Отсюда и выходит, что те потери, которые в трубах, не должны четко влиять на того потребителя, который их потребляет. Будет четко ограниченный постановлением Кабинета министров, этим будет заниматься государство, будет так называемый граничный тариф на электроэнергию, соответственно, на газ, на тепло, и выше этого тарифа невозможно будет подняться. Поэтому, еще раз возвращаясь к тому, что будет разделение непосредственно. Но тут возникает несколько вопросов. То есть, в основном, мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день у нас существует два монополиста, это облэнерго и облгаз, от услуги которых мы не можем отказаться. Но существуют услуги по управлению дома, по содержанию домовой территории и по вознаграждению управителей. Здесь, на сегодняшний день, законодатель делает открытое поле непосредственно для тех жильцов многоквартирных домов. Они вправе выбирать, по какому методу они готовы идти. То есть, они могут создать ОСМД. Они могут также, если это малоквартирные дома, в которых 6-8 квартир, они могут напрямую непосредственно получать эту услугу и платить за эту услугу. Так называемые создания спецсчетов, на которые они будут отправлять все свои платежи. Из этих спецсчетов они будут уже непосредственно оплачиваться за ту или иную услугу. Но тут надо посмотреть в целом на структуру образования всех этих платежей. Мы прекрасно понимаем, что существует прямая услуга, но в ней есть эксплуатация домовых сетей. Это те сети, которые по электроэнергии, по водоснабжению, по канализации. И за эти сети кто-то должен платить. На сегодняшний день, если ты заключил индивидуальный договор, то, соответственно, ты должен погасить то, через которые сети они приходят. Если вы объединились в СМД, и ты непосредственно оплатишь платежи в СМД, то тогда ты не платишь так называемую сумму за эксплуатацию сетей. И также тут возникает еще один платеж у непосредственно потребителя той или иной услуги. Если он заключил этот договор индивидуально, это так называемая обенплата. На сегодняшний день человек, напрямую заключив договор с теплоснабжающей организацией, а это возможно, он может получить эту услугу, заплатить ее. Но кто же заплатит за эксплуатацию сетей? На сегодняшний день все-таки закон предусматривает, что человек может отказаться за эксплуатацию внутренних сетей в доме и платить только на входе на дом, напрямую заключив договор. Но людям надо очень внимательно подойти к заключению этих договоров. Как к заключению договоров с управляющими компаниями, так и к заключению договоров с поставщиками тех или иных услуг. Я имею в виду это тепло, это непосредственно электроэнергия, это газовая, чтобы для себя четко понять, где он приобретает этот источник энергии, либо он приобретает у себя непосредственно в квартире, и кто будет платить непосредственно за эксплуатацию этих сетей. Потому что индивидуальный договор все-таки предусматривает компенсацию за эксплуатацию сетей, а также абонент-плату за то, что человек получает. Если объединение многоквартирных владельцев платит эту услугу через ОСМД, либо, соответственно, через коллективный договор, потому что на сегодняшний день государство предусматривает то, чтобы люди могли объединиться в коллективный договор, свои средства посылать непосредственно на так называемый спецсчет, который не может быть арестован, и с этого спецсчета отправлять деньги непосредственно уже организации, которая оказывает услуги. И тогда абонент-плата и плата за непосредственно сети не будет взыматься. То есть люди, прежде всего, должны разобраться в том или ином договоре. На сегодняшний день в новом законе предусмотрен так называемый типовой договор, который будет утвержден Кабинетом Министра. В этом типовом договоре будет четко прописано, за что непосредственно платит человек. За потребленную электроэнергию она должна быть такого-то качества, за потребленный газ она должна быть такой теплотворности, и, соответственно, заключая эти типовые договоры, человек уже должен контролировать самостоятельно, как ему поступает тот ли источник энергоснабжения. И если он видит, что качество предоставляемой услуги не соответствует заявленным параметрам, норма закона предусматривает, что он может непосредственно пригласить, сначала он должен обратиться в ту организацию, которая ему оказывает ту или иную коммунальную услугу. Если организация на следующий день не обеспечила представителя, не составила акт вместе с жильцом, то он вправе пригласить двух жильцов составить этот акт и в дальнейшем обратиться с этим актом непосредственно в организацию, которая оказывает ему эту услугу. Если организация в течение 10 дней не рассмотрит его непосредственно претензии по поводу той или иной поставки, то, соответственно, человек имеет право обратиться в суд и в дальнейшем суд принимает решение по уменьшению тарифа, если сама организация, поставляющая коммунальные услуги, его не снизила. — Вы еще затронули одну очень интересную тему. У нас до Юры ЖЭКи потеряли монополию, но мы знаем, что в городских районных администрациях проходил конкурс, и по сути все те же ЖЭКи повыигрывали вот эти конкурсы. Стимулирует ли данный закон владельцев многоквартирных домах к объединению с привлечением управляющей организации, чтобы ЖЭКи в будущем потеряли уже и на практике монополию? — На сегодняшний день произошла так называемая демонополизация рынка жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день жильцы каждого многоквартирного дома могут непосредственно для себя выбрать либо управляющую компанию, либо, соответственно, выбрать ту форму, через которую они готовы получать ту или иную услугу, то есть заключить коллективный договор непосредственно с поставщиками услуг или назначить какого-то управлителя. На сегодняшний рынок этот открыт. И я знаю, что появилось много организаций, которые предлагают эти же услуги, и я думаю, что тут стоит уже выбор за теми людьми, которые живут в том или ином многоквартирном доме, чтобы услуга оказалась для них приемлемой и качественной, и она была поставлена по справедливой цене. — Ну вот просто понимаете, в чем дело? Все жалуются, что в ЖКС сидят люди, которые ничего не делают, проходят конкурс, и эти конкурсы выигрывают те же ЖКС. То есть, вот странный момент, согласитесь. — Ну, нормой закона прописано, что в течение года, соответственно, жильцы могут создать ту или иную структуру или выбрать ту или иную управляющую компанию, с помощью которой осуществлять управление того или иного дома. Но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день эти структуры только создаются, у них нет, может быть, опыта, может, нет специалистов, может, нет организации процесса по обслуживанию того или иного дома. Поэтому люди ищут на рынке непосредственно организацию, которая могла бы им оказать эти услуги. — И сами люди не знакомы с этим рынком. — Не знакомы с этим проектом. Но тут же ситуация такая. Пройдет год, я думаю, что рынок изменится на сегодняшний день. Да, на сегодняшний день наши ЖКСы стали так называемыми управляющими компаниями, которые оказывают, еще раз, вот я разделяю непосредственно два тарифа. Это первый, ЖКСы оказывают непосредственно услуги по домоуправлению, ЖКСы оказывают услуги по уборке и содержанию при домовой территории и получают за это вознаграждение. Вот три функции, которые в основном как осуществляют и управленческие компании, так и осуществляет коммунальное предприятие. Это ЖКСы в лице ЖКов на территории различных районов. И люди выбирать в праве самостоятельного. Допустим, практика в Малиновском районе. Сейчас создано предприятие, это общественная организация, ассоциация Малиновского района по управлению многоквартирными домами. На сегодняшний день эта организация осуществляет консультативные и юридические услуги по различным вопросам, формирует и помогает ОСМД сформировать именно правильно те тарифы, которые для людей были, понятно бы, и справедливы. Эта организация в дальнейшем может заниматься в связи с тем, что в нее могут вступать различные ОСМД и другие формы собственности и непосредственно управлением различными домами. Потому что понятно, что уборка территории, там два дома, три дома, четыре дома рядом, гораздо дешевле будет убирать с точки зрения экономики. Достаточно одного дворника, который уберет это все. Чем, допустим, непосредственно ОСМД содержать вот этого дворника или сантехник нужен, допустим, на 5-10 домов. То есть это удешевляет непосредственно бюджет той или иной организации, которая эксплуатирует непосредственно дом. Поэтому вот и создается на сегодняшний день, да, эта практика еще в начальной стадии, но я думаю, что она будет развиваться. Еще вот один очень важный момент, который чуть ли не самый обсуждаемый, хотя я вот, честно говоря, не понимаю почему, это пеня. Она, по большому счету, копеечная, но вызывает вот какой-то прямо бурю негатива. Зачем было ее вводить? С одной стороны, она не бьет по карману, существенно не бьет по карману тех людей, которые не платят. С другой стороны, она вот дает повод как раз к таким разговорам, государство-ростовщик, полицейское государство, у нас государство-каратель. То есть, вот зачем? То есть, нужно как-то определить политику, да, либо карать неплательщиков, либо более-менее либерально на них смотреть, согласитесь. Ну, вы согласны, что эта пеня очень либеральная? На сегодняшний день на 1000 гривен, это 36 гривен, которые в год должен уплатить непосредственно человек, потому что месячная просрочка по пене составляет 0,01%. То есть, она просто дисциплинирует людей, чтобы они платили. Но, с другой стороны, эта пеня вводится еще через год. То есть, она вступает в силу с 1 января 2019 года. То есть, до 1 января 2019 года она начисляться не будет. Я уже знаю, что зарегистрировано несколько законопроектов, которые вносят поправки в этот закон и убирают пеню. То есть, я думаю, еще до 1 января 2019 года многое может измениться, и этой пеню просто не будет. Скорее всего, не будет, да? Я думаю, так, потому что 2019 год – это год выбора Верховную Раду. Поэтому, я думаю, что коллеги примут решение и снимут эту пеню. Геннадий Леонидович, спасибо вам за содержательную беседу. Я надеюсь, что мы нашим телезрителям помогли разобраться вот в том законе, который был принят месяц назад, и развеяли вот те опасения, которые были и в соцсетях, и на телевидении много обсуждалось. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня мы говорили о реформе, точнее, о старте реформы услуг ЖКХ. Студию провел Константин Гречан, и у нас в гостях был Геннадий Чекита, народный депутат Украины. Оставайтесь с нами.